друзья всем привет меня зовут юля и вы на моем кулинарном канале сладкий персик не забудьте подписаться сегодня мы с вами готовим снова постный рецепт на это блюдо настолько вкусное что его можно есть просто так вообще абсолютно в любое время года под любой повод можно ставить на праздничный стол или есть на ужин и на обед это маринованная капуста этот рецепт уникальный тем что капусту не нужно мариновать часами даже не ждать несколько суток капуста делается всего за два часа нам понадобится белокочанная капуста сырая морковь и сырая свекла немного соли растительное масло сахар и обычный столовый уксус берем капусточку и очень тонко ее нарезаем так как капуста у нас маринуется быстро важно нарезать капусту именно очень-очень тонко вы можете делать это обычным ножом шинковкой или какой-то специальной теркой как вам больше нравится чем тоньше вы нарежете капусту тем быстрее она промаринуется соответственно ее быстрее можно будет кушать и тем вкуснее она получится я использую вот такую вот специальную металлическую овощечистку и и кстати покупал в китае ну точнее заказывала из китая и ей можно как почистить овощи от кожуры например картошку или морковь так и нарезать тонкой соломкой это очень удобно намного быстрее чем резать ножом нарезанную капусту пока перекладываем в блюдо и убираем в сторону и теперь все то же самое делаем с морковкой морковь нам тоже лучше всего нарезать тонкой соломкой можно просто взять обычную терку и потереть морковь на крупной терке делайте так как вам больше нравится натертую или порезанную морковь тоже перекладываем в блюдо убираем в сторону и теперь переходим к свекле нам понадобится сырая свекла варить ничего и запекать не нужно берем свеклу и натираем ее на крупной терке здесь порезать на терке для корейской моркови уже не получится точнее получится но тогда и вы и вся кухня будете в свекольном соке и вот теперь берем глубокое блюдо перекладываем в нее нашу капусту немножко я солим и хорошенько мнем руками это нужно для того чтобы капуста размягчилась и дала сок не переживайте она все равно останется хрустящей просто приготовиться намного быстрее и будет еще вкуснее теперь капусточки добавляем морковь и свеклу и высыпаем весь наш сахар сахар кстати можно использовать белый или коричневый какой вам больше нравится и затем выливаем уксус обычной 6-процентной столовой и растительное масло все хорошенько перемешиваем с помощью столовой ложки даем нашей капусте постоять два часа при комнатной температуре и подаем к столу у нас в семье вообще все любят капусту муж может есть и килограммами дедушка тоже квасит сам капусту правда по другому рецепту но о нем даже расскажу чуть попозже и это капуста получается невероятно вкусная классная и главное что она готовится быстро уверена что рецепт вам тоже очень понравится не забудьте пожалуйста поставить лайк и подписывайтесь на мой канал а